Магнитные явления Магнитные явления в веществе связаны с тем, что у вас появляется при включении внешнего магнитного поля У вас появляется намагничность и возникает величина, которая носит название индукция B И она связана с полем, приложенным внешним соотношением μ умножить на h Если в диэлектрике у вас всегда ε было больше единицы То в магнитном случае у вас μ может принимать разные значения μ может быть больше единицы Это пара магнитики μ может быть меньше единицы Это диамагнитики μ вообще может обращаться в бесконечность Это соответствует феромагнетикам Просто постоянный магнит В поле существует Индукция сномагниченность существует в отсутствии внешних полей Поэтому формально можно считать, что если B конечно, а h стремится к нулю То μ должно стремиться к бесконечности Но феромагнетики мы будем рассматривать в следующем семестре Вместе с фазовыми переходами второго рода А сегодня мы обсудим эффекты диамагнетизма, парамагнетизма и диамагнетизма Ну начнем мы с того, что мы должны получить термодинамику Термодинамические соотношения для магнитного поля Термодинамические соотношения мы будем получать аналогично тому Как мы делали для диэлектрика Исходя из выражения для энергии тока в магнитном поле Значит энергия взаимодействия тока в магнитном поле Есть минус единица на С Интеграл плотность тока На векторный потенциал На А от Р На Д3Р Теперь Рассмотрим изменение энергии В случае изменения внешних токов Внешних токов То есть токи в принципе у вас делятся на токи которые внешние Которые создают внешнее поле И токи внутренние внутри вещества Так вот давайте посмотрим Как будет меняться энергия при изменении внешних токов Ну тогда можно написать что дельта Е Дельта Е Ну будем считать что система теплоизолирована чтобы работать с энергией Это есть минус единица на С Интеграл Здесь стоит дельта Ж Я напишу External внешнее При малом изменении токов Энергия меняется вот на такую величину Ну а дальше вспоминаем уравнение Максвелла Которые нам говорят Что внешние токи Связаны как раз С полем H Соотношением Ротор H Равняется 4П на С Ж External Вот Ну и дальше заменяем Дельта Ж На ротор Дельта H У вас С Исчезает Остается минус Единица на 4П Интеграл Ротор Дельта H Умножить на А От Р От Р Д3Р Ну а теперь остался последний шаг Мы должны перекинуть ротор На Другую На На векторный потенциал Посмотреть что из этого получится Но при перекидывании ротора Я хочу обратить ваше внимание Что при перекидывании ротора У вас знак не меняется Потому что Что такое Здесь стоит Здесь стоит Смотрите Здесь стоит Набло Векторно на H И На А Скалярно То есть стоит вот такое произведение Смешанное Теперь При интегрировании по частям У вас Градиент начинает действовать Вот сюда Вот когда вы проинтегрируете по частям Будем считать что поле на бесконечности исчезает Поэтому поверхностные члены не дают вклада Тогда у вас градиент вот этот перекидывается вот сюда Действует сюда Ну и естественно надо сделать так Чтобы поставить его рядом с А Чтобы он прямо действовал с А Ну для этого мы можем воспользоваться Циклической перестановкой Которая говорит нам Что при циклической перестановке у вас произведение не меняется Мы можем записать это так Как Ну фактически Можно сделать следующее Смотрите Вот так вот Напишем Градиент Здесь стоит тогда H Умножить на А Так Ну и еще раз Значит я тут буду стрелочку ставить Вообще можно было в другую сторону сделать Давайте просто в другую сторону сделаем Циклическую перестановку Тогда будет сразу Понятно Значит если в другую сторону сделать перестановку То будет у нас стоять здесь А Здесь будет стоять Градиент на H Причем А ну и собственно Это даже не циклическая перестановка Нет 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 не то я сделал Значит если мы Переставляем Это сюда А давайте вот так запишем Сначала запишем А вот здесь Здесь стоит градиент На H Который действует вот сюда на самом деле Вот А теперь Сделаем сдвижку циклическую И напишем что это равно H Умножить на А И умножить на градиент Который действует вот сюда Ну и теперь естественно Переставите сюда У вас поменяется знак У вас поменяется знак Ну и при интегрировании по частям У вас тоже меняется знак Поэтому Ответ конечный будет такой Это будет равно Значит это будет дельта Е Равно Минус Единица на 4П Здесь стоит интеграл Дельта H Умножить на ротор А Д3Р Ну а ротор А Это есть индукция В И мы получаем Такое выражение Что дельта Е Равно Минус Единица на 4П Интеграл по объему Д3Р А здесь стоит В Умножить на дельта H В умножить на дельта H Ну таким образом Термодинамические соотношения Выражающие закон Сохранения энергии Записываются так Теперь ДЕ Я не буду Член с объемом писать ДЕ равняется ТДС Минус Единица на 4П Интеграл Д3Р Б На ДН Б на ДН Ну вот опять Смотрите у вас Получается что Б играет роль Б делить на 4П И умножить на объем Она играет роль давления Поэтому в случае Однородных полей Внутри объема Это переписывается Через объем Это равно ТДС Это равно ТДС Минус В На Б На 4П На H На ДН На ДН Ну и вот теперь видно Что вот это прямо Играет роль давления А это роль объема Поэтому соответствующие Соответствующие Якобиан ТС По Д ВВ На 4П H Равен Единице Равен Единице Точно так же как ТС и ПВ Было Вот такое Соотношение Оно полезно Ну и теперь дальше Тоже удобно сделать Выделить Часть которая связана С системой Конечного объема С вашей системой Для этого просто мы вспомним Что Б У вас связано с H Не только вот этим соотношением А еще Соотношением что это есть H Плюс 4П На М Где М Это магнитный момент Единицы объема На магничность Фактически Магнитный момент Единицы объема Тогда Если подставить сюда Это выражение То у вас получится Следующее ДЕ Равняется Т ДС Так Дальше тут будет стоять Минус Я напишу так Д А здесь стоит Интеграл От H Квадрат На 8П H квадрат На 8П По Д3 Д3Р И дальше Будет стоять Минус Интеграл М На ДН М на ДН Ну вот собственно Нас вот эта величина Будет в основном Интересовать Теперь вот это опять же Можно объединить сюда И написать Что Д От Е Минус Плюс H Квадрат На 8П Которую я буду обозначать Через тильду Е с тильдой Это равно Т ДС Минус Интеграл М На ДН На Д3Р Здесь тоже нужно Д3Р написать Д3Р Значит вот Такое соотношение Ну мы всегда будем работать Вот с такими величинами Считая что наши перемены Являются H Тогда Намагниченность системы М Это есть Минус ДЕ ДЕ По ДН При постоянной Энтропии Это в теплоизолированной системе Если у вас Фиксирована температура Система находится в термостате То все те же рассуждения Можно повторить Для свободной энергии Тогда изменение Вот эта величина Будет давать изменение Не энергии А изменение свободной энергии И для свободной энергии Которую мы тоже Сразу буду писать Ф стильдой В которой уже включен Вот этот член Энергия свободного Такого Энергия Электромагнитного поля Самого по себе А это энергия Взаимодействия Поля с веществом Собственно Она нас интересует Тогда она записывается Как минус С ДТ И здесь То же самое Минус Интеграл М Умножить На ДН И интеграл По объему Д3Р МДН Тогда при постоянной Температуре У вас Магнитный момент Будет даваться Единица объема Будет даваться Производной ДФ С волной По ДН Со знаком Минус Со знаком Минус Вот эти основные Термодинамические Соотношения Мы будем Рассматривать Мы будем Рассматривать Так Теперь давайте Мы Рассмотрим Конкретные Системы Какие-то Значит Первое Газ Газ Парамагнитных Атомов Парамагнитный Атом Это атом Который Имеет Собственный Магнитный Момент Отличный От нуля Ну тогда Давайте Пусть этот Газ Находится При температуре Т И тогда Мы можем Сосчитать Все величины И считать Будем Что Температура Высокая Так что Можно Газ Рассматривать Классически В том числе И взаимодействие Магнитного Момента Рассматривать Классически Температура Много Больше Чем Величина Зеймановского Расщепления В атомных Уровне В магнитном Поле Ну тогда Энергия Взаимодействия Одного Атома Е Есть Минус Магнитный Момент Мю Умножить На H Магнитный Момент Мю Умножить На H Ну Прямо По Аналогии С Этим Ну и Опять же Мы будем Считать Да Ну и Тогда Можем Записать Что это Величина Направим Ось Z По H Это Минус Мю Умножить На H И На Косинус Тета Ну и Тогда Больцмановский Фактор Для него Будет иметь Вид Такой Е В степени Минус Мю H На Т На Косинус Тета Ну и Тогда Статсума Z Для одного Атома Есть Интеграл По Телесному Углу Считая Что Движение Классическое И у Вас Ориентация Магнитного Момента Может быть Произвольной То есть Это значит Что мы Рассматриваем Классически Что При Высоких Температурах Возможно Ну и Вычисления Здесь не отличаются Совершенно От тех Что мы делали На прошлой лекции Для диэлектрика Потому что Статсума Это сразу Выписывается Это есть 2П 2ПТ Поделить На Мю Аж А здесь Стоит Синус Гиперболический Мю Аж Поделить На Т Так Только тут Еще нужно Поставить Четверочку Вместо Двойки Дальше Свободная Энергия В расчете На одну Частицу F Есть Минус Т Логарифм Z Вот этого Z Ну это Есть Опять же Я напишу Так Минус Т Логарифм 4П Т Поделить На Мю Дальше Будет Плюс Т Логарифм H Вот этого Вот этого H И Минус Т Логарифм Синуса Гиперболического Мю H Поделить На Т Мю H Поделить На Т Ну теперь Мы можем Сосчитать Сразу Взяв Производную Сосчитать Магнитный Момент Который Имеет Атом Средний M М Средняя Давайте я Маленькую Напишу M Средняя M Он всегда Ориентирован По полю Будет Поэтому я Просто напишу M Без вектора M Равно Минус DF По DH И это Равно Т Поделить На H А здесь У вас Получается Следующее Значит А здесь Получается Так Минус Здесь Будет Стоять Мю А тут Стоит Котангенс Гиперболический Котангенс Гиперболический Так Что-то я написал Не то Котангенс Гиперболический Мю H На Т Ну и опять При высоких Температурах И Достаточно Слабых Полях Мы можем Это Разложить И мы Получим В ответе Величину Мю Мю Квадрат H Поделить На 3T Точности Тот же Такой же Результат Как для Поляризуемости Получили Ну и тогда Вот магнитная Восприимчивость Атомово Среднее Получается Вот такая Полный Магнитный Момент Единица Есть N Мю Квадрат Поделить На 3T И умножить На H И это Есть Восприимчивость Магнитная Х Умножить На H То есть Магнитная Восприимчивость Имеет Такой же Вот простой Вид Как Поляризуемость Поляризуемость Диэлектрика Это Есть Просто N Мю Квадрат Поделить На 3T Там стоял Дипольный Момент Атома Молекулы Вернее В квадрате А здесь У нас стоит Магнитный Момент Атома В качестве Вместо Дипольного Момента Так Ну вот Это ответ Классический Ответ Ну на самом Деле У нас В общем-то Есть Есть Магнитный Момент Квантуется Мы знаем Что Из квантовой Механики Что Оператор Магнитного Момента Мю Он Пропорционален Спину Который Может быть Где Жеггера Магнитное Отношение Спиновое Естественно Ж С Я напишу Ж С И Спину Атома Может Вообще Говоря Быть Произвольным Он Может Быть Целый Может Быть Полу Целый Поэтому Давайте Я Этот Оператор Запишу Вот Так Я Запишу В общем Виде Что Чтобы Не путаться Со Спином Я Напишу Так Что Это Есть Некоторые Мю 0 Здесь Я Напишу Момент Ж И Поделить На Величину Вот Этого Самого Спина Ж Буду Его Обозначать Как Любой Момент Буквой Ж Как Любой Момент В квантовой Механике Теперь Зачем Я разделил На Ж Я Разделил Его Затем Что По Определению Величиной Магнитного Момента Является Следующая Величина Вот Это Вот Мю 0 Есть Среднее Значение По Состоянию С проекцией М Равной Ж От З Компоненты Проекцией М Равной Ж То есть По Состоянию С Максимальной Проекцией Вот В таблицах Стоит Величина Вот Такая Ну Вот Я Обозначил Минол И Сюда Сюда Поставил Тогда Значит На Ж Надо Разделить Чтобы При Ж Равном При З Компоненте Равной При Проекции Равной Ж У вас Получалось Мю 0 Значит Вот Такая Получается Картина Ну И что Теперь Мы Должны Пересчитать Сумму Учитывая Что У вас Ж Принимает Дискретные Значения И Ж З Ж З Которая Стоит Здесь Если Поле Выбрали Оисквантование По Полю То Ж З Меняется Больше Или Равно Минус Ж И Меньше Или Равно Ж Меньше Или Равно Ж Так Ну Теперь Давайте Мы Давайте Уйдем На Эту Доску Эти Соотношения Уже Нам Сейчас Не Нужны И Сосчитаем Что Сумму По Новой Значит От Сумма Z В нашем Случае Есть Значит Энергия Взаимодействия У вас Выглядит Так Сумма По Всем М Равного Минус Ж До Ж Здесь Стоит Е В степени Мю Ноль H Поделить На T И На Ж И Здесь Стоит M От Проекции Явная Зависимость Энергии Есть Ну И Мы Должны Вот Эту Сумму Сосчитать Но Это Опять же Геометрическая Прогрессия Геометрическая Прогрессия И Она Есть Просто Следующая Величина Это Есть Я Сразу Выпишу Ответ Синус Гиперболический А тут Стоит Мю Ноль H Поделить На T А тут Еще Стоит Единица Плюс Единица На Ж Единица Плюс Единица На Ж Так И Это Еще Не Все Надо Разделить На Синус Гиперболический Мю Ноль H На T Ж Мю Ноль H На Т Ж Так Только Здесь Надо Два Поставить Сейчас Я Уточню Да И Здесь Два Вот Так Вот Такой Ответ Вот Такая Статсума Ну И Теперь Вклад Свободную Энергию Вычисляется Совсем По-другому Выглядит Совсем По-другому Этот Вклад Получается Что Свободная Энергия F Одного Атома Равна Минус T Логарифм Синуса Гиперболического Вот Этой Величины Мю Ноль H На Т На Единица Плюс Единица На 2 Ж И Плюс Т Логарифм Синуса Гиперболического Мю Ноль H Поделить На 2 Т Ж Ну И Теперь Дальше Дифференцируем Эти Эту Свободную Энергию По По Полю H Получаем Средний Магнитный Момент Мю Среднее Я Напишу Одного Атома Который Есть Минус D F По H Ну И Тогда Что Мы Видим Следующее Тут Минус Уходит Здесь Получается Мю Ноль Т Сокращается Мю Ноль На Единица Плюс Единица На 2 Ж А здесь Стоит Котангенс Гиперболический Вот это выражение Мю Ноль H На Т На Единица Плюс Единица На 2 Ж Так И Минус Здесь Будет Стоять Мю Ноль Только Здесь Надо Написать Минус Мю Ноль Поделить На 2 Ж И Тот же Самый Тоже Котангенс Не тот Ж Самый Но Тоже Котангенс Минус Мю Ноль H На 2 Т Ж Ну Видно Выражение Вроде Совсем Другое Получается Да Спрашивается Когда мы Можем Получить Выражение Старое Наше Ну Давайте Посмотрим Опять же Случай Слабых Полей Когда Можно Эту Величину Разложить Котангенс Разложить Тогда Смотрите Что Получается Первое Разложение Котангенса Это Единица На Его Аргумент Единица На Его Аргумент Вам Выдаёт Немедленно Мю Ноль На Единицу Плюс 2 Ж Здесь Сокращается Остается Т делить На H То есть То что У нас Было В классическом Случае А здесь Тоже У вас Мю Ноль Делить На 2 Ж Сокращается И остаётся Т Поделить На H Но С другим Знаком Поэтому Первый Член Разложения Который Особый Обращается Который В бесконечность В Котангенсе В Нуле Они Сокращаются Нам Нужен Второй Член Второй Член Мы знаем Это Есть Вот Эта Величина Делённая Натри Поэтому Так Вот И Пишем Что У вас Эта Величина Мю Средняя Будет Равна При Высоких Температурах Она Будет Равна Мю Ноль Квадрат Ноль Поделить На Т А здесь Стоит На 3 Т Тут Единица Плюс Единица На 2 Ж Все В Квадрат Мю Ноль Квадрат С этим В Квадрате Возникло А тут Стоит Минус Мю Ноль Квадрат Поделить На 4 Ж Квадрат И Здесь Стоит H И Еще На Т На 3 Т На 3 Т Вот Теперь Мю Ноль Квадрат H На Т Если Вынести На 3 Т Вынести То Получается Вот Такое Выражение Это Равняется Мю Ноль Квадрат H Поделить На 3 Т А Тут Стоит Давайте А Квадрат Несколько Выпишу Единица Плюс Единица На 2 Ж Квадрат И Минус Единица Поделить На 4 Ж Квадрат Так Ну Значит Квадрат Выражение Сокращается И ответ Получается Простой Это Возим Ноль Квадрат H Поделить На 3 Ж А Здесь Стоит Единица Плюс Единица На Ж Так Ну Здесь Теперь Сравнитесь Выражение Которые Мы Получили В случае Когда Рассматрив Вот Это Вот Это У нас Разница То В том Что У нас Появился Личный Жен Не Тяниться На Жив Это Означает Что В Неделе Когда Жизнь Стремится К Бесконечности Вы Получаете Классический Результат А Жизнь Стремящаяся К Бесконечности Это Как Раз Оба Классики Когда Восплантованием Момента Можно Пренебречь И Считать Что Он Меняется Непровенно Тогда Получаете Как Раз Классический Результат То Большие Моменты Это Оба Бодиклассичности Ну И Вот Это Подтверждает Что Действительно Так Потому Что Вы Воспроизводите Классический Результат Что Вольт А Одна Вторая Значит Если Вы Поставите Сюда Вместо Ж Одну Вторую То Вы Получите Что Для ДС Равного Одной Второй Даже Равного Одной Второй У 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 Величина Вот Эта Средняя В Момент Будет Правильно 0 Квадрат H Поделить На T Тройчика Сократилась Тройчика Сократилась То Есть Ответ В Три Раза Больше Чем Классический Результат Просто Три Раза Больше Видите Тут Получается Единица А Классический Случай Одна Тройчика Тройчика Действительно Здесь Большая Разница Поведение Вот Такой Квантовой Системы Классическая Квантовая Система Воскринчивость Три Раза Больше Чем Классическая Система Так Вот Это То Что Касается Парамагнитизма Парамагнитизма На щеке Здесь Как видите Положительно Магнитное Воскринчивость Положительно То есть Момент Набравлен Похоже Ну Это Видно Энергии Выгодно Ориентировать В момент По полю Тогда Энергия Будет Меньше Вот Ну Это Означает Тогда Что У вас Магнитный Если 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 Вспомните Что Магнитная Воскринчивость У него Есть Единица Плюс Четыре Воскринчивость На хи То В предположительном Хи У вас Получается Что Магнитная Воскринчивость Больше Единица Это Парамагнитизм Парамагнитизм Теперь Что Такое Что Такое Откуда Берется Диамагнитик Ну Диамагнитики Бывают Двух Суторг Первое Это Если Вы Возьмете Скажем Просто Благородные Газы То Благородных Газов У них Спин Ноль И Просто Восприимчивость Благородных Газов Одного Атома Благородного Газа Она Отрицательна Сама По себе То есть Он сам По себе Диамагнитен Ну Поэтому В этом Самых Благородных Газах У вас Возникает Диамагнитизм И Если У вас Например Я не знаю Там Какой-нибудь Восприимчивость Какого-нибудь Неона Меньше Нуля То Тогда Магнитная Восприимчивость Мю Которая Есть 4П На Хи Плюс 1 Хи Неона Здесь Тоже Неон Она Будет Меньше Единицы Будет Меньше Единицы Соответственно Тогда У вас Магнитный Момент Будет Направлен Против Поля Наведенный На Магничность Возникающая Будет направлена Против Поля Стараясь Его Уменьшить Стараясь Его Уменьшить То есть Это В некотором Смысле Это проявление Принципа Лешет Илья Что система Реагирует На внешнее Возмущение Так Чтобы Минимизировать Его Влияние Так Это Вот Один Пример Другой Пример Демагнетизма Это Электронный Газ В металлах Магнитное Поле Как вы Знаете Металлы Проникают Хорошо Постоянно Поэтому Значит Имеет Смысл Задача Поведения Электронного Газа В магнитном Поле Движение Движение В магнитном Поле Как я понимаю Вы Рассматривали Уже В квантовой Механике И вы Знаете Что Я Напомню Основные Факты Которые Нам Потребуются Значит Если поле Постоянное То можно Выбрать Потенциал Векторный А Например А АХ Компонента Которая Равна Поле А Умножить На У Так Только Теперь Надо Знак Посмотреть З Есть Д АХ А Значит Минус Надо Поставить Вот так Ну тогда Сделаем Вот так Возьмем АУ Здесь А тогда Здесь Поставим Х Вот такой Возьмем Калибровку Векторного Потенциала Ну тогда Ротор Будет Давать Только З Компоненту Значит З Компонента Ротора Это Есть Д А Игрек По Д Икс Минус Д А Икс По Д Игрек Ну это Равно H Магнитному Полю Величине H Ну и Тогда Мы Можем Записать Взаимодействие С магнитным Полем Следующим Образом Значит Гамильтониан Частицы Это есть П Минус Егцена А В квадрате На 2 М Но еще Поскольку У нас есть У электрона Спин Есть магнитный Момент Мы должны Сюда Написать Еще Мю Боровское Умножить На Сигма Z И на Поле H Это Магнитный Момент Электрона Ну Сигма Z Я написал Вектор Не нужен Так Теперь Если сюда Подставить И расписать По компонентам То у нас Получится Что здесь Будет стоять ПZ Квадрат На 2 М Плюс ПY Квадрат На 2 М И плюс ПХ Минус А нет Нет не так Я написал Будет плюс ПХ Квадрат На 2 М И плюс ПY Минус Е С На H И на Х Все в квадрате Поделить на 2M Ну и Минус Мю Боровское Умножить на Сигма Z И на H Так Ну это часть Тривиальная Я хотел Основной Основной Момент Который нам Здесь понадобится Посмотреть Это то что Значит у вас Есть зависимость Только от Х Это означает что у вас Интеграл движения Есть PZ Есть интеграл Движения И PY Тоже интеграл Движения PY Тоже интеграл Движения Ну и дальше Мы видим Что у нас Волновая Функция ПСИ От X Y Z Равняется E в степени И PZ Z Поделить На H Умножить На E В степени И PY На Y Поделить На H И умножить На ПСИ От X Ну и На Спиновую Функцию Хи Хи Лямбда С проекцией Лямбда Где Лямбда Будет Либо Плюс Плюс Одна Вторая Либо Минус Одна Вторая Спинор Тогда у нас Получается Следую Если это С число И это С число У нас Получается Просто Осциллятор Со сдвинутым Центром Ну и Тогда Его приведем К виду Осцилляторному Уравнение Шредингера Можем написать Для ПСИ От X Вот такую Функцию Вот такое Уравнение Значит Тут будет PX Квадрат На 2M Плюс Я вынесу E H На E Квадрат H Квадрат На M На 2M C Квадрат На 2M C Квадрат Так А тут будет стоять Я напишу так X Минус X0 В квадрате Где X0 Величина Есть C P Y Поделить На EH На EH Ну и Что это означает Ну это означает Что у вас Если вы Вспомните Классическую картину Движения В магнитном поле У вас есть Ларморовские Кружки И тогда У вас Х0 Это есть Координата Центра Ларморовского Кружка Ларморовский Кружок У вас Имеет место Быть Ну вот и все Тогда мы можем Написать Сразу Аж Квадрат Здесь стоит Можем Написать Сразу Решение Значит Если мы Подействуем Вот этим Гамильтонианам На Пси От Х И напишем Что здесь есть Эпсилон На Пси Где Эпсилон Это есть Что там Это есть Е Минус П З Квадрат На 2 М И еще Плюс Мюкборовская На Сигма З На Аж Поскольку Сигма З Плюс Минус Единица То это Просто для Двух Проекций Спина Две Разных Энергии Получается Я напишу И здесь Сигма Эпсилон Лямбда Получился Осциллятор С частотой Ларморовской Ну и тогда Вы можете написать Что вот это Эпсилон Лямбда Есть Ничто Иное Как H Омега Ларморовская На Н Плюс Одна Вторая На Н Плюс Одна Вторая Вот это Нам понадобится Сейчас По-моему Время Сделать Перерыв После Перерыва Мы продолжим Полная Энергия Электрона Е У нас Равна Пз Квадрат На 2 М Плюс H Омега Ларморовская На Н Плюс Одну Вторую Ну и Плюс Минус Мю Боровская На Сигма З И На Магнитное Поле H На Магнитное Поле H Я Обращаю Ваше Внимание Что П У Сюда Не Вошло То То есть От П У Не Зависит Энергия Что Вполне Естественно Поскольку Положение Ларморовского Кружка Может быть Произвольным Энергия От этого Не Меняется Поэтому Видно Что Есть Вырождение И Считать Стат Суму Надо Будет С учетом Этого Вырождения Давайте Теперь Попробуем Сочетать Стат Суму В случае Когда Температура Высокая И движение Электронов Можно считать Статистику Электронов Можно считать Классический Редкий Газ Малой Плотности Редкий Газ Малой Плотности Ну и Тогда Стат Сума З У вас Записывается Я напишу Опять же Для одного Электрона Здесь Будет Е В степени Минус ПЗ Квадрат На 2 МТ Минус Омега Ларморовская Поделить На Т На Н Плюс 1 Вторая Так Давайте Я вот эту Часть Не буду Сейчас Рассматривать А только Орбитальную Часть Рассмотрю Потому что Потом Спиновая Часть Отдельно Будет Входить Поскольку Она Множителем Входит Опять же То Можно Рассматривать Отдельно Так И теперь Мы должны Написать Здесь Сумма По Н От Н Равного Нулю До Бесконечности И Интеграл Во-первых Тут Стоит ДПЗ И ДЗ На 2ПН И ДПУ На ДУ Поделить На 2ПН А Здесь Уже У вас Все Учтено Сосчитанно Вы Уже По Иксу У вас Уже Отдельные Дискретные Уровни Поэтому Просто По ним Суммировать Там Фазовый Объем Не надо Параметризовать Никак Ну Теперь Смотрите Что Получается Вопрос Как считать Интеграл По ДП И Энергия От него Не зависит Поэтому Формально Получается Вроде Бесконечность Но Тогда Давайте Вспомним Смысл Координаты П Игрек Поскольку П Игрек У вас Связано Вот с Этой Самой ДХ Ноль С Координатой Х Ноль Но Это Означает Что Тогда П Игрек У вас Тоже Ограничено Потому Что Центр Ларморовского Кружка Не может Выходить За пределы Объема Вот Поэтому Давайте Мы Это Перепишем Вот так Мы Перепишем Это Следующим Образом Значит Интеграл По П З Я Сразу Возьму Это Будет 2П МТ В степени 1 2 Так Теперь Да Поделить Это Все На 4П Квадрат Н Квадрат Так И То Что Здесь Стоит Дальше Здесь У нас Стоит EH Поделить На С Здесь Дальше Стоит DZ DX0 И DY DZ DX0 И DY Ну Поскольку Размеры Ларморовского Кружка Пренебрежимо Малы По сравнению С Объемом Поэтому Просто Здесь Можно Считать Что Здесь Стоит Интеграл По DX Ну И Этот Интеграл Вам Дает Объем И Остается Только Сумма От N Равного 0 До Бесконечности E В степени Минус H Омегаларморовская На T На N Плюс 1 Вторую Так Тогда Получается Следующее Смотрите Получается Что У вас На одном Уровне Ландау Вот на этом На одном Уровне N У вас Еще Вот Сколько Мест То есть Этот уровень Вырожден И вот Степень Вырождения Она Пропорциональна Объему То есть Это выражение Для Статсума Давайте Я Сейчас Перепишу Его В таком виде Перепишу В таком виде Z Равно Значит 2P МТ В степени 1 Вторая На 4P Квадрат H Квадрат А тут Стоит EH На С Умножить На Объем И на Сумму По N Ну Сумму Давайте Сразу Напишу Здесь Стоит В числителе Стоит EH В степени Минус H Омега Ларморовская На 2T А в Знаменателе Единица Минус EH В степени Минус H Омега Ларморовская На Т Сумма Геометрической Прогрессии Ну вот Смотрите Что Получается Получается Что у вас Число Состояния Пропорционально Объему Это Означает Что На Одном Уровне Ландау Могут Существовать Частицы С конечной Плотностью То есть Число Частиц В нем Будет Пропорционально Объему Это означает Что плотность Частиц На одном Уровне Ландау Может быть Конечной Вполне Конечная Плотность Частиц То есть Очень сильное Вырождение И это Потом сыграет Свою роль Большую Так Ну и Теперь Если мы Еще Запишем Еще вот этот Е в степени H Меганат Вниз Пустим Тогда мы можем Написать Что это есть Так 2ПМТ В степени 1 2 Поделить На 8П квадрат H квадрат Здесь стоит EH на V И на С И тут стоит Синус Единица Поделить на Синус Гиперболический H Омегалармуровская Поделить На 2Т Вот такое Получилось Выражение Ну все А дальше Надо взять Статсуму Надо Надо написать Статсуму И сосчитать На магничность Магнитный момент Зависимость От H У нас есть В двух местах Она вот здесь Есть И вот здесь Вот здесь Поэтому давайте Мы Статсуму Так распишем Что F Равняется Минус Т Логарифм Z Нашей Вот этой И это Есть Я напишу Так Просто Сначала Логарифм H Поставлю Минус Т Минус Т Логарифм H Дальше Минус Т Логарифм Вот этой величины Которая От H Не зависит 2 П М Т Степени 1 2 Поделить На Что тут На 4 П Квадрат H Квадрат С Еще здесь Стоит Е Заряд Вот так И Еще Я напишу Плюс Минус Вернее Минус Т Логарифм Объема Отдельно Так И еще Будет Плюс Плюс Т На Логарифм Синуса Гиперболического H Омега Лармуровская Поделить На 2 Т Ну все Теперь дифференцируем по H Чтобы найти Средний магнитный момент Средний магнитный момент Получаем Что Мю Среднее Для одного Атома Есть Для одного Электрона Есть Минус Д Ф По Д H И Это Равно Значит Тут стоит Т Поделить На H Этот Член Вылетает Этот Член Вылетает Теперь Вот этот Логарифм Дифференцируем Это будет Минус H Омега Лармуровская Поделить Пополам Температура Сокращается А тут Стоит Котангенс Тот Самый H Омега Лармуровская На 2 Т Так Еще Мы Должны Сюда Так Нет Это я Сюда Зря Написал Тут Не Это Стоит Величина Тут Стоит Величина Но Надо Расписать Е H Поделить На 2 М С На Котангенс H Омега Лармуровская На 2 Т Значит Омега Лармуровская У нас E H На MC E H На MC Тогда При Дифференцировании Омега Вот Этого Знаменателя У вас Как раз H Исчезает Остается Вот Эти H Остается E Остается MC Остается И 2 Т сокращается Так Ну Вот H На 2 MC Это Есть Боровский Магнитон Магнитон Бора Поэтому Прямо Напишем Что Это Есть Ну Вообще Давайте Так Оставим Ну А теперь Опять Давайте Возьмем Высокотемпературный Предел Или Там Предел Низких Полей Посмотрим Что Получается В этом Пределе Ну В этом Пределе Очевидно Что Вот Этот Член Сокращается И Остается Только Следующий Член Разложения Который Идет Со Знаком Минус Обращаю Внимание Получается Минус Здесь Стоит EH На 2 MC А Здесь Стоит Еще H Омега Ларморовская Поделить На 6 Т На 6 Т Ну Или Если Подставить Что такое Ларморовская Частота То Получается Следующее Получается Ответ Такой Это Есть Минус Мю Боровская В квадрате На H Поделить На 3 Т Поделить На 3 Т То Есть Ответ Получился Ну В точности Как Классический Для Парамагнетика Но Только С Противоположным Знаком Видите Тогда Получается Что Значит Тут У нас На Магниченность М Это Есть Плотность Умножить На Мю Среднее На Мю Среднее И Она Равна Минус Н На Мю Боровская В квадрате Поделить На 3 Т И На H То есть На Магниченность H Есть N Минус N Мю Боровская В квадрате Поделить На 3 Т Она Меньше Нуля То есть У вас Действительно Электроны Диамагнитные Ну Это Явление Носит Название Диамагнетизм Ландау Поскольку Это он В 30 Годах Сделал Эту Задачу Так Теперь А вот Тот Спиновый Член Что Дает А это Типичный Парамагнетизм Который Мы Рассматривали Раньше Рассматривали Раньше И для Спина 1 2 Где-то У нас Тут Было Кажется Я ее Стер Да Для Спина 1 2 У нас Ответ В этом Пределе Был Был Такой В ответ В этом Пределе Был Такой Был Мюборовская В квадрате На H Там Стоит Мюборовская Поделить На T В первой Степени На T В первой Степени Поэтому Видно Что Парамагнитный Вклад От Спина Это Добавка В Хи Мы Должны Сложить Вот Эту Величину И Эту Она Оказывается Большей Поэтому В целом За счет Спиновых Эффектов Газ Все-таки Парамагнитный Остается Газ Остается Парамагнитный Вот Но это Все хорошо При Высоких Температурах Когда Не надо Учитывать Принцип Паули Но Много Интересных Эффектов Начинается При Низких Температурах Где Уже Без Принципа Паули Не Обойтись Давайте Рассмотрим Нашу Систему Значит Попробуем Рассмотреть При Температурах Равных Нулю Как Будет Выглядеть Наша Система Значит Ну Видно Что У вас Уровень Ландау В нем Может Поместиться Много Частиц Поэтому Этот Принцип Паули Это Разрешает Там Много Состояний Туда Могут Частицы Поместиться Но Еще Есть ПЗ ППЗ Есть Движение Ну Чтобы Упростить Задачу Давайте Мы Движение ППЗ Заморозим В том Смысле Что мы Возьмем Очень Тонкий Слой Поверхностный Металла Так что Движение Вот здесь Вот Квантовано Становится И Здесь Все Частицы По Этой Координате ПЗ Сидят На Нижнем Уровне Сидят На Нижнем Уровне Сидят На Нижнем Уровне То есть Движение У вас Двумерное Двумерное Магнитное Поле Вот так Вот Направлено Перпендикулярно Поэтому Кружки Ворморовские Они Вот Здесь В этой Плоскости Гуляют Ну и Тогда Значит У вас Есть Некоторое Число Частиц Н И Теперь Давайте Мы Посмотрим Число Состояний Которые Могут Занимать Частицы Коль Скоро Они В Фермионе Принцип Паули Нужно Уважать Значит Поскольку Движение ППЗ Заморожено То тогда Число Состояний На одном Уровне Ландау У нас Остается Только Интеграл По Д Д Д И И ДП И Фактически ДП ДП Делить На 2П Аж На 2П Аж Так Ну и тогда Опять же Мы снова Переходим К Координате Д ДП 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 Случаю Случаю Когда У вас Просто Все частицы При достаточно Сильном поле Все частицы Вот здесь Поместятся Обозначим Вот это число Состояний Через Н0 Н0 И Которое Равно Вот это Вот эта Величина Есть Н0 Число Состояний Ну Правда Давайте Н0 Но она Есть Функция H Она Есть Функция H Вот это Надо Помнить И мы Возьмем Первый Случай Такое Сильное Поле Что Наше Число Частиц Будет Меньше Чем Н0 От H То есть Мест там Больше Чем у вас Частиц Все частицы Помещаются На одном Уровне Ландау Я напомню Что движение По Z Заморожено Поэтому там Движения Нет Они все Сидят В одном Состоянии В этом Смысле Так Ну Тогда Давайте Сосчитаем Энергию И найдем Магнитный Момент Значит Тут у вас Температура Ноль Поэтому Свободная Энергия Энергия Одинакова Можно Пользоваться И теми Другими Ну И Смотрим У вас Энергия Есть E Есть H Омега Ларморовская Пополам Умножить На число Частиц Потому Что N Равно Нулю Нижний Уровень Ландау Берем Минимальная Энергия Полное Число Частиц Ну Или Это Есть Которая Понятно Все частицы В одном Ларморовском Кружке Ну То есть Они На одном Уровне Ландау Крутятся Кружки Конечно Разные У них Разные Координаты Они Распределены По всей Плоскости Ну Ну Магнитный Момент Есть Просто Мюборовская Это Одного Уровня Ландау Магнитный Момент И умножить На число Частиц Все Частицы Помещаются Вот Теперь Давайте Мы Нарисуем Такую Картинку Значит Вот Тут Магнитное Поле А тут Вот Это Самое М На Магничность Значит Вот Большие Поля У вас Магнитный Момент Отрицателен И Постоянный Вот Он Идет Сюда Уменьшаем Магнитное Поле У вас Число Мест Где могут Помещаться Частицы Ограничено И оно Уменьшается Видите Оно Пропорционально Поле Уменьшается И тогда Возникает Ситуация Когда у вас Не все Частицы Могут Поместиться В этом Коль скоро Они фермионы То Принц Павли Туда Может Разрешить Помещать Только По одной Частице Это Значит Что Часть Частиц Должна Перейти На уровень С n равным Двойки С n равным Единице С n равным Единице Ну Тогда Давайте Считать Энергию В этом Случае Значит пусть у вас Вот У вас Случай N Меньше Больше Чем N0 Но На первом Уровне Ландау Мест Достаточно Для этого Избытка Чтобы Весь избыток N минус N0 Поместился Там Ну И тогда Снова Считаем Энергию В этом Случае Энергия Есть Есть H H Омега Ларморовская Пополам Умножить На N0 От H Это Нижний уровень Ландау Он весь заполнен Там вот Столько Частиц Плюс 3 Вторых H Омега Ларморовская Первый уровень Ландау Умножить На N Минус N0 От H Вот это Мы Туда Частицы Поместили Так Ну вот Теперь смотрите Что получается Значит Здесь 3 Вторых Здесь 1 Вторая Значит Если вы Сложите Эти два То ответ Будет Такой Это будет 3 Вторых H Омега Ларморовская Умножить На N Так А тут Будет Минус 3 Вторых Минус Одна Вторая Просто Будет Единичка Минус H Омега Ларморовская Поделить Делить Ни на что Не надо Умножить На N0 От H На N0 От H Вот Появилась Такая Добавка К Энергии Энергии Стало Больше Но Видите Тут у него Знак Вот Теперь давайте Посмотрим На магничность Продифференцируем Ее По H И посмотрим Какая Будет На магниченность На магниченность Соответственно Будет Такая M Есть С одной Стороны Минус 3 Вторых Мю Боровская Поделить На Умножить На N Так А вот Теперь Тут надо Подставить N0 От H Плюс Будет Здесь будет стоять H E H На H Поделить На На М C E H Поделить На М C Так А тут Стоит Вот это Выражение Еще Одно E Еще Одно H Поэтому Да При дифференцировании Я тогда должен Сюда Двойку Поставить Мы по H Дифференцируем Здесь H Квадратная Зависимость Двойка Стоит Еще Стоит E Поделить На C На площадь Поделить На 2P На 2P Так Ну Или Так Ну Хорошо Достаточно Достаточно Теперь смотрите Вот тут Давайте Снова Соберем E H На C И На S И На 2P H Еще На 2P H Вот Это E H На C На 2P H Мы Соберем И Это будет Снова N0 E C Вот Так Вот Здесь Будет N0 N0 От H N0 От H И Тогда Смотрите Если Мы Теперь Мы Сейчас Находимся Где-то Вот Здесь По Полю Теперь Давайте Мы Будем Двигаться В Сторон Увеличение Поля Подойти К Вот К К N С Другой стороны Здесь Мы Шли Со стороны Больших Полей А Теперь Со стороны Малых Подойдем В этом Приди Когда Мы Дойдем До Вот Этой Точки В Этой Точке У вас N0 От H Равно N N0 От H Равно N Тогда Смотрите Что Получается Тут Здесь Двойка Здесь Три Вторых Здесь Три Вторых Поэтому Ответ Получается Такой Что У вас Получается Что В Этом Случае У вас Они Складываются И Ответ Будет Стремиться К Такой Величине Будет EH Так Ну Значит Тут А Ну Да Ответ Будет Действительно Такой Значит Вот Три Четверти А Тут Двойка Если Три Четверти Минус Двойка Будет Одна Четвертая EH На 4 MC Умножить На N В случае Когда У вас N0 От H С этой Стороны Подошло Я Обращаю Ваше Внимание Что У вас Смотрите Магнитный Момент Сменил Знак Он С этой Стороны Он Был Отрицателен И Он Был Равен Вот Этой Величине Меборов Скай Наш А здесь Он Равен Меборов Пополам Умножить На N Это означает Что Вот В этой Точке У вас Происходит Скачок Магнитный Момент Скачет Вверх Становится В два раза Меньше В два В два Меньше Так Теперь Смотрите Если Мы Дальше Ослабляем Поле Ослабляем Поле Дальше Вот Здесь То То Видно Ну Ну Тогда Там Тоже Произойдет Вот Такой Скачок И В результате Вы получаете Вот такую Осциллирующую Зависимость Магнитного Момента От Внешнего Поля Вот Такая Осциллирующая Зависимость Магнитного Момента От Внешнего Поля Ну Вот В этой Картине Вот Эта Осцилляция Видны Прямо Простым Глазом Видите Вот Из Очень Простых Вычислений В Реальном Случае В реальном Металле У вас Когда Есть Движение По ПЗ У вас Ситуация Немножко Усложняется Подробное Рассмотрение Вы можете Найти В книжке Румера Рывкина Эффекта Но Этот Эффект Осцилляции Магнитного Момента Он Наблюдался Экспериментально И он Носит Название Эффект Дега Аза Ван Альф Вена Эффект Дегаза Ван Альфина Эффект Дегаза Ван Альфина Вот Такой Эффект Ну и На самом Деле Это не Только Такой Эффект У вас Много Эффектов Принципа Ули Таких Осциллярующих В зависимости Магнитном Поле Из-за того Что у вас Действительно Уровни Ландау Должны Менять Заселенность При изменении Магнитного Поля То есть Несколько Эффектов В которых Есть такая Наблюдается Осциллярующая Зависимость От магнитного Поля Ну а дальше При повышении При ослаблении Магнитного Поля Или при включении Температуры У вас Этот эффект Размывается И в конце Концов Вы приходите К такому Ответу В этом Смысле Вот то Что мы Написали Вот то Сверху Рассмотрение Это Некоторый Усредненный Эффект Когда уже Принципа Становится Несущественной То есть Все выходит Все Осцилляции Сглаживаются И все Выходит На плавную Зависимость От магнитного Поля Ту Которая Вот здесь У нас Написана Сверху И там Уже Работает Классический Больцмановский Газ Так Ну вот Вот Здесь Мы рассмотрели Фактически Основные Эффекты Связанные С магнитным Полем Мы Оставили В стороне Явление Феромагнетизма Но Оставили Ее в стороне Потому что Там Существенным Моментом Является Взаимодействие Магнитных Моментов Взаимодействие Спинов Или Магнитных Моментах Атомов Которые Осуществляются Через Обменное Взаимодействие Квантово-механическое Обменное Взаимодействие Кулоновское Вот И И это Взаимодействие Оно При низких Температурах Делает Выгодным Выстраивание Всех Спинов В образце В одном Направлении Ну и Это тогда Означает Что у вас Появляется На магничность И это То что Называется Постоянный Магнит При повышении Температуры Возникает Фазовый переход В какой-то Точке И у вас На магничность Разрушается Это фазовый переход Уже второго рода Который мы будем Рассматривать Уже в следующем Семестре Ну а На сегодня Мы На этом Заканчиваем Нашу Половину Курса И Следующая Половина У нас Будет Во-первых Квантовая Статистика Вот Первые Шаги Квантовой Статистики Мы сделали Сейчас Влияние Принципа Паули Ну и Дальше Целая Коллекция Явлений Которые С этим Связаны Строение Твердых Тел Полупроводников Что еще Там Колебания Решетки Излучение Черное Бозоконденсация И дальше Пойдут Феромагнетики И потом Флуктуации И Кинетическое Уравнение Вот Вот это Так Программа На следующий Семестр Довольно Плотная Программа Получается В этом В этом Семестре У нас Три Лекции Съели Праздники Поэтому Там Растворы Остались В стороне Фактически Ну хорошо Давайте Тогда На этом Закончим Счастливо Вам Сдать Задание И Получить Зачет Задание Задание